Мы разошлись, как море корабль Мы разошлись, как море корабль Расходятся в тумане маяком мая Не надо больше мне такой любви Не обижай меня 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Здоровенько! Что вы делаете? На пряди вам, милая! Работал Петти необычно. Сначала я создаю конструкцию балета, пояснял он, и только потом подкладываю под нее музыку. Репетировал хореограф под джазовую композицию и лишь по совету Кокто перед премьерой заменил джаз музыкой Баха. Контраст современной хореографии и классической музыки оказался очень эффектным. Взоровый поединок мужчины и женщины, любовь и смерть, дарующие освобождение, эти темы были близки юному балетмейстеру. Тему балета Ролану предложил Жан Кокто. Возлюбленная издевается над юношей и доводит его до самоубийства. В финале она вновь появляется в облике прекрасной дамы смерти. «Я верю только в судьбу». «Все судьба», – утверждал хореограф. В судьбу он верил не напрасно, она была к нему благосклонна. В 1949 году появился второй шедевр пяти – «Кармен» на музыку Жоржа Бизе. Женщины – соль нации, утверждают французы. Эстету Ролану Петти нравились длинноногие и утонченные балерины. Он первым нарядил их в корсеты и черные трико. Современной экстравагантной парижанкой явилась его дерзкая, стриженная под мальчишку Кармен. Партию он сочинил для своей школьной подруги Зизи Жан-Мер. Она стала его первой музой и женой. Непривычно откровенными и страстными были дуэты Жан-Мер в роли Кармен и Петти в партии Хозе. Роковой финальный поединок бывших любовников шел под жесткий и неумолимый ритм ударных инструментов. Кармен – мой фетиш, и это мой самый любимый балет, признавался Петти. Именно в нем сложился мой постановочный стиль. Кармен просто так станцевать нельзя. Ею надо быть, как Зизи. Я женился на ней только потому, что она – моя Кармен. Премьера провокационного балета состоялась в Чопранном, Лондоне. Балет так понравился сдержанным англичанам, что его давали каждый день в течение четырех месяцев. Огромный успех его ждал в Париже и Нью-Йорке. Петти пригласили работать в Америку. Он ставит танцы на Бродвее и в Голливуде. Для фильма «Ганс Христиан Андерсон» Роланд Петти сочинил сцену «Русалочка», которую с блеском сам же и исполнил. Вскоре Петти получил особо лестное предложение. Он поставил танцы для самого Фреда Астера, которого боготворил с детства. Париж Петти вернулся международной звездой. Его называют первым хореографом Франции и дают возможность увековечить свои ранние балеты в фильме «Раз, два, три, четыре» или «Черное трико». Теперь перед хореографом широко распахнулись двери парижской оперы. На ее сцене в 1965 году он поставил свой самый масштабный и знаменитый балет «Собор Парижской Богоматери» на музыку Мариса Жарра. Роман Гюго Ролану Петти показался очень современным, а старую классическую постановку на этот же сюжет балет Эсмеральда Петти терпеть не мог. Классика так скучна, а коза на сцене – это и вовсе дурной тон. «Я сохранил всего четырех героев», – говорил Петти. Эсмеральду, Феба, Клода Фролло и Квазимода. Очень интересно балет одел мой друг Кутюрье Ивсен Лоран. На премьере я станцевал Квазимода. Прекрасное чудовище с большим сердцем. Влюбившись, он готов на любую жертву. «Знаешь, это не самый лучший твой балет, но его ждет мировая слава», – сказала после премьеры строгая Зизи. Ее пророчество сбылось. В 1969 году парижская опера с огромным успехом показала собор на гастролях в Москве. Балет идет на лучших сценах мира уже много десятилетий. Петти с удовольствием ставит яркие программы для знаменитого казино де Пари. В центре всегда его обожаемая Зизи – танцовщица, певица, символ элегантной парижанки Муза. Одна из программ называлась «Я люблю тебя, Зизи». Фантастические платья из страусиных перьев ее наряжал преданный Ивсен Лоран. Ролан Петти – первый хореограф Франции, который рискнул попытаться реформировать балет парижской оперы. Его терпения хватило всего на полгода. Разногласия с дирекцией заставили его вновь покинуть Париж. Он уехал в Марсель, чтобы вдохнуть новую жизнь в провинциальный марсельский балет. «Я всегда считал, что в жизни самое главное – делать то, что хочется. Лучше быть первым в Марселе, чем вечно бороться с рутиной парижской оперы», объяснял Петти свой отъезд. За хореографом последовала Доминик Кальфуни, юная звезда парижской оперы. Ей Ролан Петти посвятил балет на музыку Сен-Санса с красноречивым названием «Моя Павлова». Марсельской труппе хореограф отдал 26 лет своей жизни. Для этой труппы он поставил множество балетов, в том числе и веселый балет «Капеллия», в котором станцевал элегантного чудака романтика Капеллиуса. Ролан Петти высоко ценил искусство русских артистов. Преодолев все барьеры, возникнутые советской системой, он пригласил в Марсель Майю Плесецкую. Она вдохновила хореографа на постановку балета «Гибель розы», на музыку Майлера по поэме Уильяма Блейка. Одноактный шедевр стал драгоценным украшением в репертуаре великой балерины. Он много работал с советскими беглецами-невозвращенцами, Рудольфом Нуреевым и Натальей Макаровой. А для Михаила Барышникова в 1978 году поставил в Париже балет «Пиковая дама». Петти вернулся к пушкинскому сюжету почти через четверть века. В 2001 году его пригласили для постановки балета «Пиковая дама» в Большой театр. «Я перечитал пушкинскую повесть и написал новое либретто», рассказывал хореограф. Оно никак не ложилось на оперную партитуру Чайковского. «Его шестая симфония оказалась именно тем, что я искал. Я поменял местами некоторые фрагменты, но не выкинул из симфонии ни единого такта». «Я предлагаю вам свою пиковую даму», — говорил Петти во время репетиции. «Она напоминает мне корриду, в которой погибают оба и бык, и тореадор. Дуэты Германа и графини — центральные эпизоды моей постановки». За одноактный балет «Пиковая дама» Ролан Петти был награжден Государственной премией России. Количество постановок, созданных Роланом Петти, огромно. Их более 150. Он часто повторял моим двигателем, всегда была любовь. Я много сделал благодаря ей, и прежде всего, эта любовь к работе, которую я действительно обожаю. Немногие знают, что самый известный портрет Моцарта, любимый миллионами сладкоежек благодаря австрийским конфетам, не закончен. «Играет музыка» «Аac earns скоротенький наш Meg oceanик» КОНЕЦ КОНЕЦ